Перестаньте менять выражение лица! Мне никак не удается вас поймать! Только что вы были задумчивыми, Следующими мечтателями Одни важные то выражает отчаяние! Не добились! А мне бы хотелось написать его портрет, цитата. Вы говорите, что я на него покор? Потому что это называет меня расхристанным Сократовым! Как бы я люблю живых! А я люблю философы! Лучше бы вы любили философов! Не говорите ерунды! Первое, что я сделал, это я прочел все о Дидро, О тех фамилиях, которые там Гильвец и Вольтер, Руссо, Чем отличается философия! Что они были догматики, А что Дидро все-таки был человек свободный! Человек, который единственный посетил Россию! Он был у Екатерины Второй! И все время говорил, что надо отменять крепостное право! И человек, который после этого заболел! Который тоже очень серьезные были в взаимоотношении! Тяжелый с женой! С семьей! Который все время... Он действительно метался! Человек, который мог отказаться от своих предыдущих идей! Он не был догматиком! И человек свободный! Поэтому я не привязываюсь к тому времени! Я и даже... Я все портреты! Я попросил сразу! Мне из интернета принесли все его портреты! И я понял, что я не буду играть в парике! Потому что я буду играть в очках! И естественно это моя фантазия! Но присвоить вот это... Вот это... Вот это... Колебание его! Когда он менял тут же! Когда он говорит, что брак необходим дочке! А жене говорит, да что такое брак! Брак это вообще какая-то... Чудовищная нелепость в естественном порядке вещей! То есть он все время... Все время попадает в противоречие! Когда сталкивается с живой ситуацией! Руссо! Отказался писать статью! Он говорит, что это не приятно здесь молиться! Он больше не хочет рисковать! И Бог будет расшираться! Солкаться на погрея! А-а-а-а! Ну вы не погугел! Он говорит, что он говорит! У меня людей! Что вы? Ну вы с тобой на опусте сидите! Вам же не впервые приходится писать статью в последнюю минуту! И в целом этого еще никогда не было хуже! Вторая мужская роль в этом спектакле Секретарь! Секретарь! Секретарь Дидро! Который на протяжении всего спектакля создает неудобства Дидро! То есть он занимается какими-то своими делами, да? А спутническими... А секретарь это тот, который заставляет его все-таки работать! Заставляет его быть философом! Заставляет хоть что-то в этой жизни делать вообще! Роль такого, так сказать, антагониста! Молодой, шустрый, нервный, резвый! В конце разочаровывающийся в своем учителе Баране! Он приходит даже в последний раз к нему за тем, что все-таки напишите вы эту статью наконец-то! Кто-то усажает и говорит, что такой статьи нет, не будет! Потому что... Ну это надо смотреть! Сегодня я буду непреклонен! Я дарю мое время вам! Поехали!